Концертный зал с Александрой Хайрулиной и Романом Шаховым. Здравствуйте, дорогие друзья! Шесть вечера вы слушаете и смотрите телерадиоканал Страна ФМ в эфирной студии очаровательная Александра Хайрулина. Роман Шахов тоже здесь, друзья, здравствуйте. Мы очень рады сообщить вам, что сегодняшний концертный зал имени Митти Фомина. Митти, добрый вечер. Добрый вечер. Очень академичный, смотри, добрый вечер. А все почему? Потому что уже 20 лет творческой деятельности. Как вы другого еще завести? В общем, очень много у нас тем для общения. Митти, очень рада тебя видеть. Давай сразу расскажем для тех, кто нас и смотрит, и слушает, кто с тобой сегодня, чудесный коллектив. Вы знаете, мало что изменилось с тех пор, как мы с вами виделись в последний раз. Трио стало теперь обладателем такого прекрасного, замечательного имени. Ребята называют теперь фреукольни. Соответственно, слева от меня Алексей Широков. Гитара. Друзья, не слышим аплодисментов громких. Ура! По ту сторону приемников люди бросили свои автомобильные рули и принялись громко, громко аплодировать. Пробки, не дай бог, аварий, конечно, нет ни в коем случае. Крепко вцепитесь в руль и слушайте сегодня наш прямой эфир. Чуть левее, чуть дальше от меня. Анатолий Кузнецов, тоже гитара, тоже аплодисменты громкие, а не смолкание. Анатолий Кузнецов, все 100 человек, сидящие в студии, нас поддерживают. Толя, кстати говоря, совсем недавно, знаете, освободился от бремени. Ипотеку выводил. Ипотеку выводил. Слова, лишился этого, понимаете. Да, от костылей. Потому что была небольшая травма. Я уже не знала, что думать. Была травма, да. Думаю, может развелся. Вы представляете, нет, еще пока не развелся. И не свелся, так понимаю, да? Еще не женился. Да, и знаете, и человек, превозмогая боль, превозмогая травму, ездил на репетиции, выходил на работу, брал инструмент. Толя, спасибо, что... Это герой. Герой, правда. Подвиг музыканта Толи, да. Абсолютно, да. Сзади меня наш новый перкуссионист, зовут его Антон Никитичкин. Антон с нами совсем недавно, но такое ощущение, что... А это правда, он прям, да, как одно лицо с вами. Представляешь, ну вот... Тоже овации. Блился в комбай. Антон Никитичкин. Еще не с нами играет. И по правой руке от меня сидит ранее бородатый, но не менее татуированный бас-гитарист трубач с большой буквы. Да, это Константин Семин. Костя даже сделал татуировки на футболке, друзья, обратите внимание. Он наколол страну АФМ на самом заветном месте, вы не понимаете. Ну и, конечно, Митя Фомин. Конечно, меня зовут Митя Фомин, но это абсолютно неважно. Давай мы сразу начнем с такого музыкального начала, сделаем, и потом уже пройдем по главным новостным событиям. Я предлагаю обнагреть с самого начала Рома с Сашем. Мы хотим... Мы ждем. Не стесняйся, называй меня по обстоятельствам. Я не тот, кто смотрит на цвет и обстоятельства. Я всего лишь вдыхаю жизнь в то, что дано свыше нам. Просто лети навстречу ливню и ветрам. Просто лети и не смотри по сторонам. Выход один. Не бойся, не бойся, не бойся. Я с тобой, с тобой. Где-то между Римом и Москвой мы заслужили это право на любовь. Мы так решили, и не надо лишних слов. Выход один. Не бойся, не бойся, не бойся. Я с тобой, с тобой. Наглый ангел между небом и землей. Мы устали закрывать глаза на новости. Перестали доверять всему, что выше нас. И уже как привычный вокруг смех и предательство. И смотря на разрушенный мир, мы все-таки выжили. Просто лети навстречу ливню и ветрам. Просто лети и не смотри по сторонам. Выход один. Не бойся, не бойся. Я с тобой, с тобой. Где-то между Римом и Москвой мы заслужили это право на любовь. Мы так решили, и не надо лишних слов. Выход один. Не бойся, не бойся. Я с тобой, с тобой, наглый ангел между небом и землей. Закрой глаза и представь, что жизнь — это только начало пути. И все, что будет потом, зависит лишь от тебя. Просто лети. Просто лети навстречу ливню и ветрам. Просто лети и не смотри по сторонам. Выход один. Не бойся, не бойся. Я с тобой, с тобой, где-то между Римом и Москвой. Мы заслужили это право на любовь. Мы так решили, и не надо лишних слов. Выход один. Не бойся, не бойся. Я с тобой, с тобой, наглый ангел между небом и землей. Сегодня ангел с нами. Митя Файминг программы «Концертный зал». Митя, ну, конечно, должны рассказать мы всем о том, что кто может, но не знает. 20 лет творческой деятельности, 10 лет сольной карьеры. Да, и надо подумать, уже не одно поколение, Митя, выросло. Очень. Друзья, все желающие и понимающие острую необходимость поздравить любимого артиста, обязательно приходите, в том числе и с этими хорошими датами, 16 марта в Москве, Бэкстейдж, Крокус-Сити, Холл. Сольный концерт. Бэкстейдж, Крокус-Сити. Крокус-Сити. 16 марта, это пятница, это день невозможно спутать ни с каким другим, потому что это последний день накануне Дня Тишины, накануне выбора президента. Конечно. Поэтому, знаете, мне кажется, уже выбор будет сделан, будет что обсудить, так сказать, объединиться и уже войти, так сказать, в новый срок. Мы так понимаем, что 16 марта будет представлена тоже акустическая программа, значит, именно в таком составе. Что ждать от себя поклонникам? Лучшее за 20, 10, 3? Или за последний год? Лучше, наверное, ребята, лучшее у нас, конечно, впереди. Ну, лучшее, как Рома правильно заметил, наверное, за 10. Почему? Потому что предыдущие 10, это была группа Hi-Fi, к которой я очень бережно отношусь, люблю, лелею. Ну, не исключено, что группа появится тоже на сцене бэкстейдж. Ага, как интересно. Вы знаете, в этот год вообще должны случаться чудеса. Этот год, мне кажется, такой абсолютно добротный, честный, уверенный и прозрачный. Потому что у тебя символ живет дома еще какой. Да, у меня символ живет и во мне, и дома, и вообще как-то в воздухе. Все это ощущается волшебство. Будет два отделения, откроем мы акустикой. Потом будет электроника, значит, барабаны. Но это будет ни на что не похожий концерт, потому что мы никогда не играли в два отделения сразу, во-первых. Во-вторых, мы, конечно, сделаем такую квинтэссенцию всего того, что Фомин сделал со времен, скажем так, Беспризорника, заканчивая последней песней рядом, которую мы сегодня не споем. Кстати, да, я посмотрела треклизм, у Скалиб крутится в ротации. Она у вас в эфире. Поэтому что петь то, что в эфире, понимаете? Надо петь то, что не в эфире. И как раз вчера мы закончили переговоры с одной инициативной группой, с которой мы на Креативе, я думаю, что-то очень-очень любопытное и интересное. Поэтому это будет беспрецедентный концерт 16 марта 2018 года. Билеты уже продаются, да? Билетов осталось, кстати говоря, слава богу, очень мало. Я этому рад, потому что, значит, мы будем вместе, значит, мы будем одной кровью и в одном настроении. Это прекрасно. Особенно, слушайте, отгремит все вот эти 23, 8 марта. Все уже расслабятся по поводу носков, цветов, бутылок и так далее. Ну и немножко уже соскучаются по праздникам. И немножко соскучаются по праздникам. Апредди, апрель, капель и так далее. У нас сейчас следующая песня какая будет? Следующая песня будет «Етва дыша». Потому что, слушайте, как здорово, что мы сегодня пришли к вам первыми на радиостанции Москвы с живым концертом. Первый, так сказать, день последнего месяца зимы, месяц до весны, скажем так. И мы этими выступлениями предвосхищаем наши концерты «Етва дыша». «Етва дыша» называется эта песня. Скажу, что используем ее активно на моих спектаклях, в котором я участвую. И как раз 6 февраля в Самаре я приглашаю всех тех, кто будет в этом городе, на наш спектакль, который называется «Семейка фани», где я пою, кстати говоря, эту песню. Но совсем в другом, так сказать… А, не, кстати, в исполнении группы «Фреугольник». Конечно. Как минимум. Как же без них. Она там звучит фрагментарно, а здесь она прозвучит, так сказать, со всеми переговорами. Шикарно. Прям эксклюзив. Да. Глаза в глаза, через глаза, целую твою душу, Александра. Чуть слышно плачут голоса, любовь твою не слышу. Хочу услышать страсть твою, Хочу услышать сердце. Я в феврале зову грозу, Я помню дождь и солнце. Весна целуется зимой, Устали дни гадать, И страх любви моей не мой Научить чувства ждать. Моя любовь сошла с ума, Зову и не хочу. Едва дыша, дышу едва, Живу и не живу. Я все прощу и черкну, Меняет время роли, вернись, прошу. Хочу весну, я подожду, Скрывай чувства боли. Мы виноваты на ровне, Любовь зовет быстрее. Все мои мысли в беготне, А чувства все нежнее. Весна целуется зимой, Устали дни гадать, И страх любви моей не мой Научить чувства ждать. Моя любовь сошла с ума, Зову и не хочу. Едва дыша, дышу едва, Живу и не живу. Парни, давайте вместе! Ва-па-ра-па-ра-пара-рай, ва-ра-па-ра-пай Попевайте нам, слушатели Ва-па-ра-па-ра-пара-рай, ва-па-па-пам-пам-пой Ва-па-ра-па-ра-пара-рай, ва-ра-па-ра-пара-рай Ва-па-ра-па-ра-пара-рай, ва-па-пам-пам-пам-пой Весна целуется зимой, усталит не гадать И страх любви моей немой научит чувства ждать Моя любовь, так сказать, сошла с ума Зову и не хочу И едва дыша, дышу, едва живу и не живу Радиослушатели, миленькие мои Митя Фомин, друзья, слушайте, шикарная песня Фантастическая, замечательная Энергичная Не могу Надо сказать, чтобы наши зрители не обижались Митя все время обращается к радиослушателям Это же телеканал с экранным вещанием В FM-диапазоне Зрители и слушатели Почему я про вас забыл? Я же вас люблю больше, чем Наконец-то, наконец-то Наконец-то, возниковали Митя, дорогой, прошедшие годы, 2017-й, очень такой плодовитый был Целых четыре клипа Такого не было в истории человечества? Целых клипа в год Потрясающе, правда, один лучше другого Они очень хорошие, очень интересные, яркие И все есть в нашем эфире А сделал бы семь, было бы семь Просто тебе закидывай уточку Скажи, ты с чем-то связана или была возможность? Так сказать, снял, не был Вообще, вокруг цифры четыре в этом году какая-то особенная магия Почему? Потому что 16 марта мы релизим пластинку Да, винил, конечно Которую мы записали с трио-фреугольник И вот практически работа завершена И хочется, чтобы она получилась совершенно необычной Вообще не похожа Она действительно не похожа на то, что я делал раньше Так вот, это мой четвертый альбом, который мы записывали вчетвером Четыре на четыре, поэтому Четыре на четыре будет называться пластинка Затем, удивительным образом, все песни, которые мы играем на концерте вживую Уместились на четырех сторонах этих пластинок Правда, любопытная история получается Соответственно, две пластинки Более того, в сорок четыре года я выпускаю эту пластинку И, знаете, это такой символ симметрии, гармонии, уверенности И более того, четыре на четыре это полный привод автомобиля Когда он абсолютно не боится ни Рытвин, ни Бураков Уверенно стоит, набирает скорость И идет полным ходом к намеченной цели Поэтому альбом называется четыре на четыре Винил, Фомин с фреугольником Вот такая вот замечательная история И четыре клипа это, знаешь, как вдогонку По прошлому году А сорок четыре это два стульчика, если не ошибаюсь, в лото Ну что, ты будешь уверенно сидеть, так сказать, в этом году сто процентов Да, да, да Чувствовать себя будешь надежно Вот смотрю на вас и хочется петь песню «Смотри» Давай, Митя, споем, да, потому что у нас запланировано много песен Нужно все успеть, после чего продолжим общаться Программа «Концертный зал» Как все хорошо, продолжается КОНЦертный зал» КОНЦертный зал Крикни мне вслед Что я еще нужен Переплыву в пустоту Переплыву в белый свет По облакам на утренних лужах Я убегаю туда, где одиночества нет Смотри, я все еще горю, я все еще пою Я истекаю болью Смотри, я все еще горю Я все еще люблю Я все еще с тобою Холод внутри, обрывки и стой Долгие дни без тебя я вспоминать не хочу Сердце в руке, сжимая до боли Я закрываю глаза и задыхаясь кричу Смотри, я все еще горю Я все еще пою Я истекаю болью Смотри, я все еще горю Я все еще люблю Я все еще с тобою Смотри, я все горю Ни тоски, ни любви, ни печали Ни тревоги, ни боли в груди Будто целая жизнь за плечами И еще полчаса впереди Оглянись и увидишь, наверное В переулке такси тарахтят За церковной оградой деревья Над ребенком больным шелестят Из какой-то неведомой дали Засвистит молодой постовой И бессмысленный грохот рояля Проплывет над твоей головой Не поймешь, но почувствуешь сразу Хорошо бы пяти куполам И пустому теперь диабазу Замещать свою жизнь пополам Смотри, я все еще горю Я все еще пою Я истекаю болью Смотри, я все еще горю Я все еще пою Я истекаю болью Смотри, смотри Смотри, смотри Смотри, смотри Смотри, смотри 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 Ну что, медиа один Нет, нет, нет Вы что Большая ли команда Сложно ли тебя пригласить? Плотно ли график Театральных выступлений? Театральное выступление Имеет специфику Это не эстрадные выступления Все началось Все очень просто Я давно хотел стать актером С самых пор Как, собственно, себя помню И более того Я предпринимал попытки Для того, чтобы стать актером И более того Я приехал в Москву Отучившись в медицинском институте Я поступил При огромном конкурсе В ГИК И, в общем-то, что самое странное и удивительное Что я там не проучился и дня Потому что Меня переманила эстрада Засосала Да, легкомысленная эстрада Меня, так сказать, переманила Я об этом не жалею Десять лет проведено В группе Hi-Fi Столи этого Но Не то, чтобы не законченное А, знаете Такое вот Разворошенное Театральное прошлое Такое актерское Оно, конечно, не дает мне покоя И когда Мы с ребятами играли В прошлом году Это был концерт в Кремле Акустический концерт в Кремле Я позвал Режиссировать этот концерт Своего друга Преподавателя ГИТИСа Алексея Вячеславовича Ажогина Которому я пытался Поступить И это была другая история Потому что я поступил На заочное отделение Актерского факультета В итоге я не пришел на сессию У меня отчислили Зато еще одна история В общем, актер из меня не получалось Так вот Я его пригласил Говорю, слушай Мне нужна твоя помощь И он увидел концерт И через два месяца Позвал меня играть В антрепризу И я Что было дальше Мы об этом поговорим Через несколько секунд Оставайтесь с нами Концертный зал С Александрой Хайрулиной И Романом Шаховым Программа «Концертный зал» Продолжается Друзья, Митя Фомин Сегодня у нас в гостях И команда «Фреугольник» Вместе с ним Мы продолжаем слушать Историю становления Актера Митя Фомина Антрепризу Я насколько обалдел Потому что я думал Что уже все Ничего не произойдет Я сказал Прямо сказал Да Я не читал пьесу Я не знал Кого я буду играть Когда я оказался на читке Я был очень приятно удивлен Потому что пьеса Казалась интересной Мне была уготована роль Младшего сына Младшего брата В еврейской семье Вы понимаете Это прям вообще по адресу Но тем не менее Мне эта очень тема близка Поскольку у меня Много окружения Из этих замечательных людей И самое главное Что актеры рядом в круг Абсолютно замечательные Это народный артист Владимир Стеклов Заслуженный артист Владимир Долинский Люда Татарова-Джигурда Оля Хохлова Я просто знаете С замиранием сердца Затаив дыхание Внимал все советы Как губка впитывал В общем все-все-все Как разная школа Мне стало действительно Мне было Когда мы уже что называется Встали на ноги И когда мы стали Репетировать по-настоящему Я понял Что вообще не хватает Опыта колоссального Я как-то провисаю У меня была пара моментов Когда я сказал Ребят Мне кажется Вы ошиблись Вы не на того поставили Обращайтесь к профессиональным актерам Потому что я боюсь Что я не вывезу Я боюсь Что у вас просто Вот из-за меня Будет какая-то Какая-то чепка Ты сам себе говорил Не верю Нет Я себе говорил Что плохо И ну как бы Вообще Это профессия сомнения В любом случае Ты должен себя Превозмогать Преодолевать И стремиться К какому-то Совершенно другому образу Которого у тебя Никогда не было И И мне Меня отвели в сторону Стеклов С Долинским Мы сказали Ну Говорит Поздно Билеты проданы Уже на первый спектакль Да Это во-первых А во-вторых Мне сказали Ну Если вы хотите Мочить ножки У моря Вы никогда Не научитесь Плавать Молодой человек И я решил Что я научусь плавать И потом Как-то стало легче И стало хорошо И я стал получать От этого Действительно Ожиданное удовольствие Спектакль Поедет По стране Он будет На Дальнем Востоке Как он называется? Он называется Семейка Фани Это современная пьеса Это современная пьеса Израильского автора Даниэля Агрона Который очень долго Жил сам в Израиле История о том Как советская Провинциальная Еврейская Милая семья Переезжает Под Одесс Под Хайфу И пытается Обрести свое счастье Конечно же Это поиск любви Поиск Каких-то неудавшихся Жизненных моментов Но суть в том Что это абсолютно Такой хэппи-энд Но у младшего Вот Явейского мальчика У него все хорошо Знаете, я играю Вообще самому себя На самом деле Я всех там женю Выдаю замуж Все это замечательно Поэтому тебя и позвали Пою, танцую Но в итоге Я играю практически Самого себя Потому что я такой Молодой, энергичный Студент Как тебя зовут? Меня зовут Гарик Меня зовут Гарик Да Меня зовут Гарик Я такой Я такой фрилансер Я где-то диджей Где-то какой-то дизайнер Где-то еще что-то В общем И в итоге единственное Кто остается один Это два моих Два моих деда Значит И я Все остальные У нас Мы тебя поздравляем На самом деле Конечно Пусть это новая Новая стезя Такая в твоей жизни Будет очень успешной Спасибо Мы желаем Но сейчас конечно Попросим тебя Перезимовать Без тебя никак Не перезимовать Еще надо продержаться Прям месяц Ну привет Как дела? Скажу я просто Тому парню Что в зеркале В полный рост Кто ответит тебе На твои вопросы И надо ль их задавать Ну и пусть ты С твоих печалей Пусть беззаботный Ловец пустых иллюзий Ничего Что тебя Лавиной сносит Куда не знаешь Опять All alone Лон я напеваю All alone Лон я точно знаю All alone Давай ром оставим И пусть придут холода А мы перезимуем 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 На всей голки одет Маршрут проложен Ты же знаешь Что город Ждать не может Кто расскажет тебе Про все причины И надо ль их понимать Ни к чему доставать Мольбами Бога У любви Одна дорога Яркий миг Или скучная Бесконечность И что тебе Выбирать All alone Лон я Напеваю All alone Лон я Точно знаю All alone Лон давай Оставим И пусть придут Холода Мы перезимуем 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 Плачет метель Как цыганская скрипка Милая девушка Злая улыбка Яль не робею От синего взгляда Много мне нужно И много не надо Так мы далеки И так не схожи Ты молодая А я все поражу Перезимуем Юношем счастье Мне лишь память С нежною ночью В лихую замять Я не залазган Буря Мне скрипка Сердце метелит Твоя улыбка А мы перезимуем 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 Пережим моем Пережим моем Момент выныривания Любопытная история Митя Файмен отправляет скататься на лыжах А в инстаграм История как под водой Я обожаю воду Обожаю Без воды себя не мыслю Кто не понимает о чем мы говорим Да действительно в австрийском куроте Китсбюль Есть отель в котором Есть бассейн на улице И вот этот контраст Когда ты утром выходишь Минус 5 В него ныряешь и выныриваешь Среди Альпов Сосны вековые Абсолютно действенный чистый снег Который можно есть Вода скажи сколько сразу 30 градусов Можно хоть весь день Пробыть Да и в общем Я как Какой морж Я хотел сказать Я не морж Как дельфин Наверное Потому что моржи Как раз в это время Было крещение Было крещение И у меня было оправдание Потому что нужно было Окунаться в любую воду Конечно Неважно холодная Но я вот Окунулся Окунулся в альпийские Воды минеральные Ну а съемки под водой Многие стали подумывать Что ты собираешься концерт Репетируешь программу Да подводную Это хорошая идея Я думаю что на 45 лет Мы придумаем что-нибудь Ребят под водой Дыхание растягивать Хорошо тренироваться Но пока друзья Продолжаем Акустический концерт Здесь на воздухе Мить Фомин Концертный зал Завтра будет все по-другому Я точно знаю Субтитры сделал DimaTorzok Нет таких дорог Где б я не ходил И нет больше слов Что бы сказать не мог Я не предавал Нежности твоей Просто я не понял Как прикасаться к ней Ты же сама знаешь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я все знаю сам Больше я не жду Субтитры сделал DimaTorzok 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 Скажу честно, не спешу, потому что пока не понимаю, как я буду жить на два адреса. Я знаю, что очень многие живут и за огородом, и в городе. А как-то организовать быт, пока не понимаю, потому что я настолько прирос... Я всегда жил в городе, во-первых, и прирос в своей квартире, что как-то было время, когда я хотел ее покинуть, но мне хотелось новое пространство, чтобы появились новые идеи. И как-то я зажил по-новому. А теперь, когда я понял, что мне придется делить себя, вдруг я как-то чуть-чуть... Чуть-чуть сдал обратно и думаю, ну вот мне нужно как-то прям прийти к этому ощущению, чтобы было все абсолютно естественно. Да, это небольшой дом за городом. Ты сам его устроил или уже приобретал готовый? Это готовый дом, но это первый, скажем так, дом в моей жизни, который мне пришлось узнавать как его ремонтировать, канализация... Но ты участвовал в дизайне во всем. Это, на самом деле, конечно, сын полка, потому что люди, которые имеют отношение к ремонту, понимают, что, как правило, редкость, когда ты с одной командой ведешь проект от начала до конца, это неправильно. Конечно, нужно, чтобы вот как начали, так и закончили. Но в моем случае было несколько человек... Не только вдвоем, поверь, да. Ну, в общем, теперь я могу, мне кажется, строить квартал, районы. Обращайтесь. Митя, скажи, а для Снежулятины там отдельное какое-то помещение, комната, может быть, вход отдельный даже. Снежулятина, значит, она тоже, она на самом деле абсолютно безропотное существо, которое куда приведешь, туда она и сядет. Это речь о собаке, давайте скажем просто. Может быть, кто-то еще не знает. Вдруг, да. Белоснежная собака, порода американский бульдог, которую я называю Снежей, когда ее называют Снежаной, я говорю, что это не те люди, не из той профессии. Снежа, да, она просто уже много раз была там, слышала, как я кричу и только пою, слышала весь мой лексикон, которым я обладаю. Вот, поэтому она так приезжает, смотрит так, так, тут светильники повесили, тут, значит, промазали, тут выключатель сменили, тут, конечно, что-то, какой-то бардак. В общем, она, она тоже как бы не торопится, но место там есть, замечательное озеро, лук, елка, лес, елку, посадили елку, посадили елку, украсили игрушками. Я всегда, я мечтал, чтобы была елка. Желаю, настоящая. Вся округа может к тебе приходить, скажи, как это вообще там у вас устроено. Приходи ко мне. Архитектурно, ну как вот она, на территории у тебя есть. А нет, она, у меня перед домом такая, как будто бы палуба, которая обрывается прямо над таким импровизированным озером, и вот между палубой и озером есть такой небольшой бережок, в котором вкопана елка, которая, я надеюсь, в большое время разрастется до Баобаба. И будет приносить прекрасные финики. Очень скоро, вне сомнений. Обжавит аминами, да. Как только наступит солнце, песня как раз посвящена, и ты понимаешь, что лету, да? Да, господа, именно так. Да, давайте его уже как-то притягивать, притягивать, зазывать. Весна уже практически пришла, вот сейчас можно. Конечно, мороз 20 градусов наобещать. А скоро будет? Мороз? Да. Да, вот. Прям. Никуда отсюда не идем, давайте начнем это еще. Выключаю. Все. Не хочу. Мы сегодня будем летать. Большую птицу я приручу, и начинай меня обожать. Нам осталось с вечности день, а может, просто пару секунд. Дай мне руку, не бойся сгореть. Звезда на небе на следующий пункт. Следуй за солнцем и мечтай. Сегодня мы танцуем бутяком на песке. Я буду сердцем, а ты давай. Напиши на нем пару слов о себе. Следуй за солнцем и сияй. Сегодня мы танцуем бутяком на песке. Я буду сердцем, а ты давай. Напиши на нем пару слов о себе. А вам тут не хватает лассо. Мы без кофе. И сразу на тыл Сядем в истрый кабриолец. Я не знаю правил игры, Но хочу, чтобы я победил. Новость времени, только сейчас Мы умеем без паузы жить. Чувствуй сердцем, это для нас. Мы летаем, как в первый раз. Следуй за солнцем и мечтай. Сегодня мы танцуем бутяком на песке. Я буду сердцем, а ты давай. Напиши на нем пару слов о себе. Следуй за солнцем и сияй. Сегодня мы танцуем бутяком на песке. Я буду сердцем, а ты давай. Напиши на нем пару слов о себе. Субтитры сделал DimaTorzok Следуй за солнцем и мечтай. Сегодня мы танцуем бутяком на песке. Я буду сердцем, а ты давай. Напиши на нем пару слов о себе. Следуй за солнцем и сияй. Сегодня мы танцуем бутяком на песке. Я буду сердцем, а ты давай. Напиши на нем пару слов о себе. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Следуй за солнцем Друзья, 16 марта приглашаем всех, пользуясь случаем, на сольный концерт «Митя Фомина», есть чем поздравить Пластинку можно будет купить? Пластинку нужно будет купить Это первый день релиза, пластинка будет только на виниле, выпущена ограниченным тиражом Потом, чуть попозже, конечно, мы выпустим ее на других носителях, на механических, на электронных Но сначала я бы хотел, чтобы она появилась именно на виниле Более того, специально под это я в свой новый дом покупаю патефон, как мой звукорежиссер говорит Причем у нас была дилемма, белый или черный? На чем остановились? Остановились на черном, потому что мне сказали, что белый выцветит Ну да, в общем-то, станет желтым Да, естественно, для всех нас это будет особенный день, потому что мы записывали и репетировали эту пластинку, мне кажется, не один год, наверное Все началось с эксперимента, который мы хотим однажды повторить Это был юбилей Победы, Великой Отечественной войны Мы сделали программу, которая называлась «Песня весны любви и победы» И сыграли ее 22 апреля 2015 года, получается И вот потом решили акустицировать, собственно, песню тоже Замечательно Акустицируем следующую сейчас песню Нравишься Ну это величайшее произведение Ну это уже, так сказать, классика Классика Единственное, что, конечно, я понимаю, что у нас и дети смотрят И не только поэтому будем петь, так сказать, не классическую версию Будем петь, как называется Цензурированную Цензурную Ну, кстати, у зрителей, у слушателей есть прекрасная возможность Конечно, петь правильный вариант Особенно в трансморде, знаешь, если так раскрыться Все же глупый Ленинград Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Я на волоске Я на волоске, как ты Где и с кем Может, ты не сама Надпись На песке Статус В поиске Сводишь Меня с ума Она Как радуга Близка Одна Времена Далека А ты мне опять улыбаешься А у меня сердце болит Зачем же ты мне так нравишься К тебе тянет словно магнит А ты мне в ответ улыбаешься А у меня сердце горит Ну, как же ты мне сильно нравишься Я болен, я ранен, я так безнадежно убить Букет и костюм пахнут свежестью шторми в голове Её нежностью Моей робостью Половесенний день У нас нет дыма без огня Сейчас ты позовёшь меня Ты мне опять улыбаешься А у меня сердце болит Зачем же ты мне так нравишься К тебе тянет словно магнит А ты мне в ответ улыбаешься А у меня сердце горит Ну, как же ты мне сильно нравишься Я болен, я ранен, я так безнадежно убит У нас нет дыма без огня Сейчас ты позовёшь меня А у меня сердце горит А у меня сердце горит Я так безнадежно убит Я так безнадежно убит Я так безнадежно убит А у меня сердце горит А ты мне опять улыбаешься А у меня сердце болит А ты мне опять улыбаешься А у меня сердце болит Зачем же ты мне так нравишься Я болен, я ранен, я так безнадежно убит Ура барам, парам, парам Пай Пам-пам-пам-пай Нравишься, страна FM Нравишься Браво, Митя, как же нам нравится все, что ты делаешь 20 лет на сцене 10 в составе известного коллектива, 10 сольно Продолжай, пожалуйста, так же Успешно То есть у нас есть еще час, да? У нас есть еще возможность петь одну песню, друзья 16 марта Нет, ничего, что я приглашаю на твой концерт Нет, это нужно делать, слушай, ну мы же оборочитались уже Бэкстейдж, Крокус Сизихов Да, я хочу, чтобы вы это не пропустили ни в коем случае Потому что это надо слушать и видеть Ты не перестаешь удивлять Спасибо огромной команде Фреугольник Ребят можно лтать по бороде Все как Азин Сашенька, по прекрасному гитарному звучанию Конечно Я просто вот, знаешь Ты соскучился, да? Это праздник У нас есть еще возможность Встаем, конечно Отлично, замечательно Разбросаны мы по разным земным параллелям По разным мирам и лентам судьбы И где-то в толпе Под небом апреля Полюбят тебя Глаза не мои На перекрестках новых дней Ты станешь старше и мудрее И, может быть, мою любовь поймешь Теряя годы на бегу Я все сильнее тебя люблю Тебя зовут Но ты меня не ждешь Твой голос летит Из сердца сжимая Твою пустоту Заполнит на дно Другая любовь И нежность другая Что спет о тобой Но не для меня На перекрестках новых дней Ты станешь старше и мудрее И, может быть, мою любовь поймешь Теряя годы на бегу Я все сильнее тебя люблю Тебя зову Но ты меня не ждешь На перекрестках новых дней Ты станешь старше и мудрее И, может быть, мою любовь поймешь Теряя годы на бегу Я все сильнее тебя люблю Тебя зову Но ты меня не ждешь Тебя зову Но ты меня не ждешь Тебя зову Но ты меня не ждешь Тебя зову Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok